так интеграл фурье интеграл фурье это такой вариант как как ряд фурье только для функции уже без ограничения на 2 периодичность но какие другие ограничения нас будут но это мы в процессе сейчас поймем вот то есть просто функция определена на всей прямой ничего не знаем там продавать и периодичности мы хотим что-то типа ряда фурье сделать ну можно привести некоторые неформальные соображения что если брать функцию там не 2пи периодическое на каком-нибудь сколько-то периодическое там 2 на l периодическую и этот отрезок длины 2 или увеличивать увеличивать то ну каждый раз то есть предполагаю что ее можно разложить ряд фурье то можно заметить что в принципе ряд фурье будет похож на какую-то интегральную сумму риммана ну правда такую по всей прямой не совсем риммана все-таки но что-то такое что неформально можно сказать что должно стремиться к интегралу но мы начнем сразу же как бы с итоговой формулы мы хотим функцию раскладывать в такой интеграл какой-то коэффициент фурье так это словно говоря он будет не совсем тот же самый что у нас был до этого там точно сюда коэффициент до константы но вот так но еще помнив проблемах которые нас были с рядом курье ну не проблемы но определенные предосторожности да то есть как мы суммировали мы там суммировали в смысле главного значения здесь мы тоже напишем интеграл смысле главного значения где просто по определению интеграл смысле главного значения от минус бесконечности до плюс бесконечности какой-то там функции так до игре надо написать это будет предел при аж стремящемся к плюс бесконечности интеграл от минус аж до плюс аж то есть так будем понимать что мы интеграл может быть не собственной если конечно тут интеграл собственный то есть интеграл ребят абсолютно интегрируемая функция оказалось то тогда нет проблем тогда в принципе интеграл ли бега в силу непрерывности интеграла ли бега равен такому пределу но если вдруг нет если интеграл не определен ну обычно это у нас происходит из-за того что функция локально конечно интегрируем а поле бега да но полный интеграл от модуля может быть бесконечно и тогда мы не определяем интеграл такого сорта но тогда вот мы будем учитывать вот такое соглашение что этот интеграл рассматривается как предел интегралов по симметричным отрезком от минус аж до плюс локально интегрируемая функция поэтому здесь уже все числа стоят можно говорить о том что такой предел ну с учетом такого соглашения мы будем все это понимать также пока пока без доказательства потом доказательства таскать будет здесь пока что я поставлю вопрос таскать да равно не равно это мы не знаем это мы будем доказывать еще ну и для коэффициента фурье формула она похожа на формулу для коэффициента фурье в ряде фурье вот так вот выглядит тоже кстати я забыл в смысле главного значения но здесь на самом деле мы не будем это использовать главное значение почему потому что честно говоря во всех теоремах ну или почти во всех теоремах которые мы там будем формулировать исходные функции все таки мы будем считать абсолютно интегрируемой и будем будем этим пользоваться во всяких выкладках то есть здесь ну можно написать так для симметричности но реально мы не будем использовать это здесь мы все таки обычно будем считать что функция в l1 имеет просто интеграл либега на всей прямой тогда уже не важно главный значение главный значение там в любом случае получится одно и то же как бы мы не считали интеграл вот такие вот формулы они пока что можно считать что они написаны по аналогии с рядом фурье все превращено в интеграл но почему они верны почему это можно считать определением если функция абсолютно интегрируема хорошо это определенная величина мы даже изучали уже эти коэффициенты фурье то есть там лемма обосцелляции и так далее то есть их поведение порядок вывания там да какие-то сведения про это есть почему верна вот эта формула ну вот эту мы сейчас будем устанавливать ну будем устанавливать это примерно так же как мы это делали для рядов фурье и вообще на самом деле я тут буду скажем так эти формулы довольно быстро проворачивать потому что по большей части они аналогична формула для рядов фурье там где есть какие-то отличия я буду про это говорить и буду более подробно выписывать так давайте вот это вот выражение раскроем по вот этому определению то есть мы введем тоже что-то вроде суммы фурье но только это такой как бы сумма фурье наверное не частичная сумма фурье а частичный интеграл фурье можно сказать вот что это такое это будет интеграл от минус h до h коэффициент фурье для нашей функции пока функция одна и та же у нас c будет так и написано c если разные функции мы там уже снизу будем писать букву f так пишем просто по определению и по второму определению то есть по определению как мы хотели считать коэффициент фурье просто подставляем туда это все так тут уже надо не x а какую-то переменную точнее кси там она была переменная по моему и x и x и x и x и x и x и x равно так вот получается что мы здесь будем делать мы будем делать значит функция f давайте я напишу все таки да что если функция f в 1 а то это ничего не понятно тогда стоящая под этими интегралами функция то есть по переменной x и который от минус бесконечности до плюс бесконечности у нас там есть те факси которые этим по модулю возьмем допустим это гарантирует что-то конечный интеграл по переменной y она у нас на конечном отрезке изменяется от минус h до h поэтому там конечность интеграла тоже не проблема когда мы этот модуль будем по игре к интегрировать но экспоненты в модуле ничего не вносит от ивека не зависит поэтому это имеет конечный интеграл модуля функции здесь измеримые стоят значит это все интегрируемая полибегу и теорема фубини здесь применим давайте применять там от минус бесконечности теперь последняя переменная будет вот это вот кси так под кси а здесь будет от минус h до h эти экспоненты в одну кучу сейчас соберем д кси д д и и вот так вот ну здесь будет какое-то выражение возникнет оно зависит от х минус кси ну тут неплохо бы еще как как у нас было в в ряде фурье сделать замену переменных пусть теперь не кси а их минус кси или как кси минус x наверно правильная за новую переменную взять назвав ее т и написал здесь от х плюс т на вот это выражение там есть степени неважно конечно дт ну где там это y а дт вот здесь вот так вот то есть сдвинули да чтобы получить уже что-то очень похожее на то что было при ряде фурье и естественно где-то тут забыл единицы на двойки написать в самом начале не в самом начале но где-то тут уже она должна была стоять и здесь давайте единицы на двойки вот здесь все занесем то есть вот это вот выражение это просто какое-то конкретное выражение которое надо посчитать давайте посчитаем ну просто интеграл какой-то минус и y t на минус и y от минус h до h меняется это будет и там просто вот это стоит вот сейчас немножечко это поправим ну если знак поменять то получится почти что синус то есть два синуса получится вот так вроде получилось ну и вот это вот все что уместно назвать тоже ядром дирехле для интегралов у я здесь буковка h стоит вот то есть вот это dh от t тогда вот там еще на двойки надо поделить и становится равно вот такому выражению вот ну и опять таки что мы доказали в итоге мы доказали что частично эти интегралы фурье до перехода вот к этому пределу в смысле главного значения они представляют в таком вот виде свертка нашей функции с таким вот ядром дирехле подходящим который тоже назовем его тоже ядро дирехле но уже для интеграла фурье ну тут уже свертка в таком классическом смысле по всей прямой интегрируем ну и я то конечно как я уже говорил да тут может быть на плюс на минус следовало заменить чтобы это более легально называлось сверткой но так как опять таки вот эта функция ядро дирехле она четная то плюс там стоит или минус это не так важно будем писать плюс тогда для удобства в этой формуле ну и начинаем вспоминать какие у нас какие важные свойства ядра дирехле у нас были которые нам позволяли установить например поточную исходимость ряда фуе то есть мы хотим например поточную исходимость интеграла фуе а может быть даже равномерную там как получится сейчас мы посмотрим там были разные свойства большинство из них просто прямолинейно так когда следует из тех рассуждений которые там были ну например у нас была теорема там равномерная ограниченность интеграла вот на этот раз уже от такого ядра дирехле ну действительно посмотрим что это такое вот такую вещь допустим мы распишем что это будет просто в явном виде ну хорошо эти h умножить на у это будет новое переменение по-простому у от умножения на h сверху и снизу здесь и здесь ничего не меняется так ну и что мы видим это просто интегралы по разным отрезкам в общем то одной и той же функции то есть вот эта вот функция уже не от чего не зависит ну кроме одной переменной u а что это за функция ну это такая вот функция но в таком случае график нарисует то что она иногда бывает полезен p 2p ну может не весь график какой-то сколько-то а какая-то пониже должна быть вот какая-то такая вот функция ну просто это какая-то фиксированная функция я даже на пи не поделил не будем пока на пи делить что про нее известно ну в точке 0 в этой формуле 0 на 0 но на самом деле это замечательный предел он стремится там ну к единице если делить на пи там к единице на пи то есть на самом деле эта функция непрерывно продолжается в 0 и в этом смысле нет никаких проблем рассматривая ряд для синуса можно даже сказать что она аналитически продолжается но не только непрерывно поэтому там никаких проблем нет вообще если мы ее интеграл считаем ну разве что в несобственном смысле в несобственном смысле ее интеграл существует по признаку деревья то есть это конечный интеграл получается это в несобственном смысле а ну а я абсолютно если мы на всей прямой будем интегрировать то получится бесконечность это мы тоже проходили в втором семестре поэтому вот что нам известно ну и поэтому можно так сказать можно обозначить какой-нибудь там я даже не знаю как это обозначается как он интегральный синус от x это интеграл от 0 до x ну например синус u на u du так я не помню там такое определение нам все это с точностью до константа нас интересует сейчас ну то есть это получается такая приличная непрерывная функция у которой есть пределы какие-то существуют пределы может она то есть они конечно разные наверное эти пределы при стремящемся к плюс минус бесконечности конечные вот так вот напишем ну и поэтому эта функция в общем непрерывная функция имеющая конечные пределы на бесконечности значит она ограничена ну и значит вот такое выражение которое так сейчас сюда перенесем куда-нибудь которое можно через эту функцию выразить как единица на пинт гравийный скинув там b h ну то есть по форме ньютона лембинта по сути а на h ну это просто ограниченное выражение то есть это непрерывная функция с конечными пределами бесконечности непрерывная по сути на расширенный число прямой то есть на компакции да и поэтому там она ограничена вот чем-то это все ограничено какой-то константы по модулю и тут тоже модуль сделаем лишь нас интересовали только модуль это не модуль был это вообще было не пойми ну то есть и на самом деле можно заметить что это просто часть того рассуждения которое было это было у нас доказательство ограниченности интегралов от тоже от ядра деревья но для рядов и это там там даже сложнее было здесь проще здесь это просто часть того рассуждения которое я воспроизвел на всякий случай это забыл хорошо с этим понятно это было важное утверждение какие еще будут тоже важные утверждения для нас ну такое например утверждение что интеграл от дельты до плюс бесконечности ну так как функция четная то от минус бесконечности до минус дельта там тоже самое получается такую правую часть рассмотрим от дельты до плюс бесконечности интеграл этого какого-то там ну это будет не собственный конечно интеграл да но ну что делать да то есть он будет не собственный но иногда мы будем брать не собственный если вот такой вот интеграл рассмотреть да то тогда что это будет это будет интеграл тоже просто пишем по определению ну такую же замену делаем дельта умножить на что там на h да плюс бесконечности синус у на у ду вот ну чему это равно я не знаю на самом деле да тут махеозре написал равно ну отсюда уже понятно что это стремится к к нулю при h стремящемся к плюс бесконечности ну как не собственный интеграл естественно М потому что здесь интеграл не смыслили ну тоже это понятно в общем потому что это и означает что этот не собственно ну не тоже означает ну это уж точно является следственной того что данный не собственный интеграл сходит если к несобственный интеграл сходится то интегрируя я его по отрезкам которые все ближе и ближе к бесконечности то есть дельта фиксированное положительное число я не написал этого конечно для любого дельта большего нуля, оно здесь фиксировано, а h будет стремиться к бесконечности как у нас обычно бывает в этих формулах, значит вот это вот отрезок, который мы интегрировали, стремиться к бесконечности и интеграл стремиться к нулю соответственно то есть это тоже такое утверждение, которое в некоторый момент нам понадобится обязательно в аналоге принципа локализации равномерной локализации и она устанавливается без труда так хорошо но но что вот тут не очень тривиально да это посчитать интеграл вот этого вот ядра дирехле по всей прямой как ни странно тогда у нас никаких проблем с этим не было потому что тогда ядро дирехле представлялось тоже но не в виде интеграл да вот не в виде интеграл а в виде суммы экспонент мы их там интегрировали по периоду было понятно что все кроме 1 экспонента не вносит никакого вклада и там мы поняли чему равен интеграл здесь что-то такого сорта рассуждения я даже не знаю но они даже не очень-то пройдут потому что и даже если мы это через интеграл туда определение подставим то получится хоть не собственно интеграл вот этот интеграл не собственно на смысле не собственно интеграл поэтому с ним надо аккуратно обращаться и чё там получится понять сложно да надо как-то по-другому решить вопрос но этот вопрос решается то сейчас мы посчитаем этот интеграл каким-то кустарным способом а потом я напомню не то что напомню а частично напомню частично сделаю какие-то определения по поводу вообще интеграл зависит параметр который исходит не собственно как там с ними работать потому что там задание есть некоторые задачи на тему и из этой общей теории значения этого интеграла тоже можно найти но тем не менее пока что я такое рассуждение приведу в терминах того что мы уже точно знаем вообще мы хотим доказать что это единица конечно то есть мы хотим обосновать что вот в этой формуле константа единицам давайте она выбрана правильно вот если бы там не единица получилось это означало бы жату константа надо подправить но в общем мы хотим показать что там мы не ошибки там все это угодно правильно значит и должно быть единица то есть это означает что вот в таком интеграле синус аж там на т.д.т. это должно быть равно и не но после той замены который может два раза делали это означает что чему равно здесь аж это неважно синус у на у д у равно ты такой вот интеграл тоже равносильно да пока мы не доказали пока это пока мы делаем равносильные преобразования ну и тут у нас функция чётная поэтому интеграл тут не собственном смысле но в смысле главным главным зачем не так важно поэтому можно сказать что половинку это интеграла можно рассмотреть синус у на у д у это должно быть равно пи по полу сейчас этот вопрос будем решать равно ли пи по полу или нет что-то ну а а а а и и а Продолжение следует... 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 ну 1 интеграл это уже интеграл по конечному отрезку на конечном отрезке интеграл зависит от параметра непрерывным дифференцируем образом каким угодно вот тут y есть да и производный даже по игре помочь взять и мы возьмем это вот и там все отлично да то есть вот это вот эта часть она от y зависит как угодно очень-очень хорошо да то есть это как как да как угодно просто без проблем можно сказать там бесконечно гладкая функция от и понятно вторая часть но с ней поработаем сейчас вот эта вторая часть по второй теореме о среднем можно написать что это есть степени минус y на а вынесем значение вначале отрезка и монотонные экспоненты и напишем антеграл а дабы какого-то какой-то бы еще возникли не знаю какой но она какой-то существует повторить время среднем то есть это экспонента в начале отрезка интеграл по какому-то отрезку от а до б ну я бы зависит зависит а там ну не важно что это такое важно что все это экспоненты отрицательное это меньше эпсилон и все это по модулю меньше чего угодно там да меньше чем 10 у грек а ну и на эпсилон и заведомо меньше то есть это на самом деле маленький кусочек причем то есть маленький остаток причем он маленький при любом значении игрек то есть от игрока тут ничего не зависит от и оценки в том числе при игре к равном нулю он тоже маленький ну собственно это было написано вот еще вот то есть поэтому наш интеграл и от игре как функция от игрек в каком виде может быть представлен да она представляется виде какой-то очень хорошей функции от игрек там вообще даже бесконечно не финансированы и плюс что-то непонятное но это непонятно и она меньше эпсилон по модулю на то есть можно так сказать следовательно и эта функция от игрек на всем так как не только 0 до плюс бесконечности то есть на всей той на всем то множество на котором мы вообще интересуемся этой функции вот она равномерно приближается бесконечно гладкие функции ну я тоже следует что она непрерывно это непрерывная функция то что мы хотели да то есть я хотел обосновать почему у нас эта функция непрерывная вплоть до нуля главное то что она там непрерывно при игрек больше нуля это мы сейчас под рукам объясним что она на самом деле там дифференцируем ну хорошо непрерывно поэтому можно переходить к пределу дальше мы можем сосредоточиться на игреках больших нуля когда функция определена вот этим вот интегралом то есть при игрек большим нуля этот интеграл там абсолютно сходится то есть сходится в смысле либек по либеку как мы уже умеем вот и там мы можем применить всевозможные сведения о том что с ним можно нехорошего делать например можно вообще продифференцировать если конечно в итоге получится интеграл тоже сходящийся по либеку и который можно хотя бы локально по игрек ограничивать чем-то независимым от игрек тоже конечным интегралом то это будет окей но сейчас мы продифференцируем и посмотрим по игреку игрек и вот здесь стоит игрек минус у там вылезает при дифференцировании такой интеграл получается ну да это выражение которое по модулю там ну давайте так напишем если мы зафиксируем какой-то отрезочек я тут так подробно обосную это потом задание иногда такой будет сейчас надо потренироваться если игрек мы запрем на каком-то отрезке который главный что отделен от нуля это тогда мы можем сказать что вот это выражение по модулю ограничивается чем ну независимо от игрек независимо от игрек но независимо на этом отрезке самый маленький игрек надо подставить просто где минус игрек 0 на у это имеет конечный интеграл да то есть таким образом выполняются условия когда можно дифференцировать под знаком интеграла потому что после дифференцирования то что получилось под знаком интеграла оценивается функцией сравнительно независимый так как от игрек в том смысле что если мы игрек принудительно положено этот отрезок да там и она будет не зависит от ирика на этом отрезке да только от начала отрезка такой-то оценку можно выписать зависящий от игрек и это тоже просто конечный интеграл имеет следовать на дифференцирование было обосновано она была обоснована внутри этого отрезка но так как игрек 0 можно выбрать произвольный положительный то значит она обоснована при любом положительном игре такое дифференцирование хорошо обосновали ну дальше надо взять этот интеграл который как-то как-то надо взять ну давайте возьму там у в конфликте одна формула написано сейчас я по-другому это будет мнимая часть через комплектные числа е в степени чё там минус я по-другому и тогда это наверно можно записать вот так г-рех плюс и на у равняется так, что получилось то есть, ну, интеграл мнимой части, это мнимая часть интеграла с этим, наверное, никто не поспорит можно считать, что даже определение интеграла комплексно-значной функции и мы должны интегрировать экспоненту минус, ну, что, минус константа по сути на U ну, и получается, как мы знаем единица разделить на эту константу ну, минимая часть ну, то есть, формула для экспонента комплексная когда мы интегрируем, она такая же, как и DGC, нет, можно проверить главное, там, производная метеобра интеграла получит это выражение ну, и что тут выходит умножаем на сопряженное вот так вот вот так вот и выясняем, что это минус 1 на Y2 вот, такой вот ответ для производной этой функции главное, что мы нашли производную этой функции в явном виде вот, если мы нашли производную в явном виде, то мы можем сказать, что сама функция, это что? вот, это какая-то константа минус интеграл вот этого хозяйства который называется чем равен интеграл вот этого без минус этого кто это? кто слушает сейчас, вы видите? нет, интеграл я имею в виду неопределенный просто интеграл как функция от Y это просто вот это мы знаем точно в том числе и при Y равном нулю это тоже верно, потому что это непрерывное, да? и написано справа в выражении тоже непрерывное хорошо, как теперь константы нам найти? ну, на самом деле здесь проще всего так поступить надо посмотреть на исходное выражение и сказать, что, ну, если Y здесь большое то под интегралом стоит величина которая всё меньше и меньше становится всё это к нулю стремится, поточечная да? когда Y стремится в бесконечности причём это уже абсолютно интегрируемая становится и как какой-нибудь, там, теорему применяем по точечной исходимости мы так скажем тогда Y стремится к плюс бесконечности это вот не так нулю про поточечная сходимость под интегралом бебега ограниченное сходим здесь будет да то есть можно все ограничено тот же самый экспоненты потому что выражение синус у разделить на ул она поможет не больше не я это подразумевал рисовал но и говорю это в явном так хорошо чтобы это стремилась к нулю когда игре стремится к бесконечности какая должна быть константа давайте сообразим до саргангель стремится к и пополам поэтому здесь должно быть и попал на самом деле правильная формула этот интеграл равен и пополам минус аркта ну а теперь нас интересовало всего-навсего один случай грех равно нулю то есть это и пополам ну вот справились с этим интегралом который нам нужен для нормирования всего этого выражения для выражения такого частичного преобразования фурье через свертку ядром деревья это ядро деревья оказывается правильно нормирована эта формула оказывается верно дальше ну с учетом двух предыдущих замечаний которые я сделал в общем то понятно за что в общем то все то что мы делали для ядра деревья для ряда фурье она сработает а здесь ну потом я это напишу а сейчас я должен сделать такие замечания потому что у нас задание есть задачи скажу так эта тема будет она в задании освещена но там традиционно так сложилось и это действительно помогает при вычислении интегралов с параметром не только тот который мы посчитали который называется интеграл полосу наху не только вот этого интеграла которым и сейчас посчитали но и другие разные интегралы там можно считать помощью таких приемчиков для этого разводится некоторая теория которая называется равномерная сходимость не собственных интегралов я ее очень схематично изложу почему потому что по двум причинам ну в задании будут задачи на это но как бы чисто в дальнейшем изложение теории это не будет использовано это раз это могло бы быть использовано для обоснования этого интеграла который мы сейчас сделали но тут он как-то так и кустарно получилось все это сделать в общем то а теория там такая что рассматривается тоже какой-нибудь интеграл функции зависящие от x и y по иксу от а до b я тут звездочку рисовал да как там на первом курсе имею ввиду что это так было будет не собственным да то есть это играл бы считаться как предел бета стремится к b минус 0 интеграл от а до b это на самом деле не интеграла предел смысле там как полибегу может не существовать интеграл ну как правило на практике это б это плюс бесконечность какая-нибудь там вот хотя если это конечно в развитии в теоретическом анализе этих вопросов это никак не влияет ну вот определение то есть этот интеграл сходится равномерно если предел тоже сходится равномерно по y идет ну то есть к чему я клоню до что в принципе наша функция является чем но все так написано это предел функции когда мы изучали равномерную исходимость функции к функции то там была последовательность там было счетное количество функций выстроенных виде последовательности они там стремились какой-то итоговый функции здесь непоследовательность функции будет а функции зависящие от параметра так че ты нарисовал от параметра бета вот этого но идея та же то есть что значит предел бы сходится ну там точнее что это значит мы можно сейчас переписать разными способами давайте попереписываем это равносильно на при тому что предел при бета стремящемся к b минус 0 супремумов чего там у нас модуль таких вот интеграл от бета до b это тоже не собственно интеграла остатки как тех интегралов делался прямо модуля вот этого по y но равномерно равномерно так сказать при игре каком-то множестве игрека то которые его структура пока не важно если по всем возможным игрека мы посчитаем там флот этого интеграла от бета до конца до бета как не собственно здесь вот супремум возьмем да если этот супремум стремится к нулю тогда то тогда можно говорить сходимость интегралов равномерно как там еще можно еще можно что-то типа критерия каши написано предел альфа бета стремятся к b минус 0 два числа смотреть и супремум и по интеграл от альфа до бета тоже супремум по игреку сначала берем а потом переходим к пределу по всевозможным альфа и бета стремящимся к b минус 0 должно быть тоже но это критерий каши ну скажем так конечно тут можно из одного по другой по выводить там до поработать но пока можно сослаться на то что если мы вспомним про понятие не собственного интеграла который он был без параметра да если мы вспомним про понятие равномерной сходимости но не интегралов по последовательности или рядов да то мы заметим что на самом деле если как бы просто скритить эти два понятия да то получается то что здесь написано все рассуждения которые производят для обоснования того что это определение эквивалентно вот этому или вот этому вот они в общем-то точности имитируйте рассуждения которые мы уже делали поэтому пока я их не привожу ну собственно я вообще не собираюсь сейчас вам доказывать я собираюсь только продекларировать что как бы там основные факты всей этой теории до которые в общем-то идентичны тому что мы знаем про равномерную сходимость и рядов на это так почему вот это верно да ну потому что да пока не стер потому что вот это вот вещь ограничено единицей по модулю поэтому это выражение мы можем ограничить как единице разделить на ирек просто да то есть это все забываем экспоненты интегрируем это все не больше чем единицы на ирек и все значит ремень а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Сейчас я сформулирую основные положения. Это то, что нужно знать про равномерно сходящие с ними собственные интегралы. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что же там у нас... Все это будет повторять, например, то, что мы знаем о равномерно сходящихся рядах, например, с функцией. То есть первое утверждение, например, что непрерывность... Нас там непрерывность интересовала, да, и интересно ее провентилировать, так сказать, в данной ситуации. Непрерывность... Ну, мы просто говорим вот что, что вот эта функция и от y по определению это предел функций таких вот, да, и причем равномерный предел, да, так как у нас равномерный сходимость, это означает, что это равномерный предел таких функций. И как мы знаем, если все эти функции непрерывны, то их равномерный предел тоже будет непрерывный. Это то, что я уже использовал на самом деле сегодня. Ну, и соответствующее утверждение можно сформулировать как-нибудь так, например, если вот для этих интегралов по конечным, ну, не по конечным, по тем отрезкам, которые еще не достают, так сказать, до вот этой вот особой точки, что-то нам гарантирует непрерывность, то, значит, будет непрерывность и вообще. То есть давайте я просто эту теорему напишу, там, о доказательстве ее, ну, в общем, оно основано на уже известных нам идеях. Значит, скажем так, если, пусть у нас какое-нибудь условие, которое все гарантирует, оно вот как-то так обычно выглядит, где G имеет конечные интегралы на отрезках от A до, сейчас там, до B, которые лежат на вот этом полуинтервале, да, который нас интересует в несобственном смысле. То есть, если мы это потребуем, ну, и функция F, конечно, там, она всегда будет измерима по любегу при любом фиксированном Y, чтобы мы не мучились. Вот, и что еще, что еще надо потребовать? Да, ну, давайте я напишу это, да, пусть F от XY у нас будет, например, там непрерывно по Y то есть, там, если там Y, N, T, я поставил стимига, K, R, K, 0, то для функции то само выполняется, и ну, по X там непрерывность даже не нужна, там, да, вот, хотя бы измеримо по X при фиксированном Y так такие тут как бы или теорема сформулировать доказать так хорошо потребовали значит то что мы написали уже это нам гарантирует что по теореме об ограниченной сходимости вот это выражение от y будет зависеть а если сходимость равномерно тогда значит если интеграл вот этот сходится равномерно то это непрерывная функция непрерывная функция интеграл имеется вот этот который здесь написать не буду переписывать еще раз вот такие вроде бы условия являются достаточно да то есть первые три строчки в общем-то гарантирует что теорема об ограниченной сходимости применима на отрезках не достигают не достигающего вот это вот точки b там все нормально то есть вот значит то что здесь написано да это непрерывная функция y оказывается итоговая функция y как их предел равномерный тот оказывается вот так вот это доказательство может быть и так значит при дифференцируемость тоже давайте напишем нам это не потребовалось потому что мы там дифференцировали в том случае выражение в котором непосредственно применяется теорема дифференцирования по знакам интеграл любега но можно тоже сказать что напишем такие два интеграла несобственных f от x y до x и еще один такой интеграл с производной тоже наверное несобственные там f штрих по y от x y до x и когда один из них является производным другого как как это можно было сформулировать пусть у нас у нас как бы для производных у нас была такая теорема давайте вспомните там теорема была была теорема о предельном переходе точнее теорема дифференцирования как бы например равномерно сходящиеся последствия не совсем правильно когда мы там могли дифференцировать короче да и говорить что в пределе производная предела это предел производных так можно сказать да когда мы это могли делать для этого нам требовалось чтобы последователь производных сходилась равномерно на каком там отрезке да а что там без производные чтобы это сходилось хотя бы одной точке да и этого было достаточно вот такая вот на отрезке ну и то есть множество игреков это какой-то отрезок там и грех но и грех один да то есть мы игрите бунтов на таком множестве рассматривать и давайте смотреть как переформулировать тут арему кота чтобы она применилась в данном случае да тут тоже оба вот этих вот интеграл и рассматриваются как вот такие пределы вот то есть и сходится хотя бы в одной точке точки y в игре кто-то в одной точке уже достаточно как мы знаем ну естественно все эти функции там измеримые по иксу требуется даты всех я в штрих по игре там измеримых по x на всякий случай у нас других не будет но давайте напишем твой а то интеграл про интеграл говорить трудно станет как ну и далее декодируем то что было в той теореме год назад так когда и переносим сюда как это правильно писать давайте для производной чтоб там тоже все было хорошо то когда мы скажем так вот так вот интеграл сходит хотя бы одной точке вот этот же интеграл который должен стать производной сходятся равномерно по y нужно этом отрезке который мы рассмотрим это как в той теореме и какое-нибудь условие которое нам позволило бы вот в таком интеграле собственном интеграле заносить переставлять производную интегрирование нам надо тоже ну например такое будет условие чтобы как это только для производной ограничить какой-то функции от икса с конечными интегралами на отрезках таких вот до которые еще не совсем не доходят до до конца вот до где у нас так особая точка ну и вроде все так только не писал что это последний надо написать тогда производная и это есть жить ну то есть мы хотим переставить дифференцирование интегрирование такое интегрирование не собственно интегрирование и хотим понять когда это возможно ну вот опираясь на ту теорема которая была про предел производные производную предела для равномерно сходящийся последние функции вот мы просто должны аккуратно выписать то есть грубо говоря для этого интеграл достаточно чтобы он выходим в одной точке сходился это уже хватит вот дальше там получит от этого выражения соответствующие вот для производного там надо для производной надо что-то гарантировать что она тоже все сходится равномерно это будет гарантировано какой-нибудь такой оценкой например для функции же от x которая и точнее надо надо требовать что у нас хотелось равномерно а возможно дифференцировать будет гарантируем на какой-то такой оценками для того чтобы интеграл он стоит если можно оценить независимо от игре когда ее и в этой функции же конечно интеграла на таких вот частичных отрезков вот эти вот так тогда тогда можно было под знаком предела здесь и а то теорема про как бы равномерно исходимость и дифференцированность она тогда уже говорит что производная и это будет жить такая такая вот теорема там будет то есть про неправильность дифференцированность там можно устанавливать какие-то факты да если мы знаем что сходимость равномерная и и что нибудь еще и знаем что до перехода предела тоже можно будет далее что там еще полезно знать как какой-то параллельно той теории которая была год назад но параллельно то есть полезно знать какие-то признаки когда когда имеет место равномерная сходимость там у нас был такой ну для рядов например был признак верш трасса если мы то выражение которое суммировали там мы его могли оценить попытаюсь написать то есть как когда мы точно сможем утверждать что это сходит равномерно так вот по аналогии с тем вариантом когда мы оценили вот так и интеграл а то там не собственно же конечен оказался но это качество интересно но это на самом деле не интересно да потому что это такая оценка показывает что вот этот интеграл сходится в собственном смысле они в несобственном то есть это просто интеграл то есть абсолютно интегрируемая вещь это интеграл не бега просто обычному то есть это как бы признак верш трасса но он на самом деле в этой ситуации ничего не дает так как из него будет следовать что интеграл собственный на самом деле и с ним можно работать более простыми средствами которыми мы работали тоже год назад то есть признак верш трасса и солнце и он конечно имеет место быть так сказать да но он интересен когда такая вещь есть да есть равномерно сходимся конечно но это просто собственно интеграл и у него например непрерывность следует саму теорема обограниченно сходимся непосредственно но дифференцировать тоже там можно было бы если об этом есть для производной что-то такой же выполнял что все поэтому признак типа верш трасс это не очень правильно в общем правильные признаки как обычно как и тогда было это признаки какие-то берегли и отдали давайте мы их сейчас сформулируем но доказательства про доказательства я скажу только что в принципе признаки берегли и абеля они доказываются в равномерном варианте также как и него в неравномерном там просто надо везде ставить слова равномерно 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 они доказывают через вторую теорию во среднем кстати который мы его много применяли в этом семестре монотонные функции выносятся не монотонная ну оставляется вот и все это и главное сформулировать доказатель будет не сложно дирехлия какой там признаку надо было что там требуется но естественно требуется что все функции там измеримы и хотя бы по переменной если у нас или фиксировано то я не пишу даже прям были написать эти все существенно что признаки дирехлия требуется чтобы интеграл и вот а до каких-то бета не доходящих еще до b чего ну допустим f были все по модулю ограничено какой-то константы одно и той же любых любого бета а до b и любого игрек там ну в той области значения игрек который нас интересует первый пункт а второй пункт то что осталось же от x и грек стремится к нулю при их стремящемся б минус 0 монотонно и равномерно по игрек стремится к нулю равномерно понятно что это значит монотонно ну монотонно по и все на самом деле когда мы вот здесь мы ограничены как бы равномерно одно и то же константы не зависящие от игрека здесь мы сказали тоже чтобы вот этого стремление к нулю было равномерным по игрек и в принципе это уже этого достаточно и после этого все то декольство которые там мы знаем или не знаем или забыли вот она на самом деле проходит в точности эти выкладки там вторая терема среднем там разбили для монотонной функции вынесли значение начали отрезка в конце отрезка для фаспица оставили интегралы какие-то по конечным отрезкам мы все это оценили ну абель соответственно также грехли и абеля признак абеля там так звучит до первая часть интеграл от а уже полностью на вот этот сходится равномерно же вот это вот x и y во-первых ограничена какой-то константы независимо от чего то есть равномерно да и монотонно по икс то есть признаки абеля если без функции же у нас просто должна иметь место равномерная сходимость не собственном смысле промажет должно быть монотонным по иксу и должно быть ограничено кого-то константы которые ничего не зависит равномерно ограничено можно сказать ну это же тогда все сработает от этого доказательства которым и там знали а но и здесь тоже работает тогда там все оценки после применения второй терема среднем там оказывается равномерно зависящий от икс ну вот такая вот есть теория да на эту тему интеграл зависящий от параметра то есть ну в общем видим что тут все утверждения они как бы параллельное утверждение про виды функциональные ряды только вместо рядов интеграла ну и стоит надо ну конечно вот здесь какая-то какая-то возня произошла чтобы это просто видеть всегда пришли вспомнить как там все это работало вот в целом там это все примерно то же самое то то же самое то в задании будут на это задать поэтому я пока меня формулировки сообщила доказательства но про доказательства мы говорим что это все аналогично тому что нужно знать то есть данном случае это аналогично доказательства для интегралов без параметра на просто ангелена до слова поставить что-то не зависит от y что-то равномерно поверить и так далее потом а там доказательства по сути ну теоремы соответствующие применяются по интеграл лебега который здесь стоит нормальный обычный а потом применяется утверждение про функциональность предела функциональных последствий который мы тоже знаем ну а давайте двигаться дальше ну какая-то поточечная и равномерная сходимость интеграла фурии это как для ряда фурии только для интеграла фурии ну в общем мы уже имеем все инструменты чтобы это анализировать давайте выпишем какие-то формулы ну само по себе вот это вот мы уже знаем что это свертка с ядром ядро деревле назовем его тоже если фатекс еще вычесть то с учетом того что у нас там была нормировка для этого ядра деревьев лета у нас появится такой вот интеграл интеграл это он на самом деле будет не строго говоря потому что сам к себе интеграл ну тем не менее хотя тут все немножечко не собственно будет но формула будет так тоже которая уже известно то есть так если строго говоря да это не собственный интеграл он на самом деле не собственный по такой причине даже то есть если мы здесь рассматриваем только вот этот кусочек то он вполне себе собственным так то что эта функция тут меняется т это будет функция которая валя 1 да то есть мы будем считать что я фоль 1 все-таки тут конечно можно расширить несколько ну точнее сказать есть некоторые соображения которые эти заставляют рассматривать не только функции заля 1 но давайте так для тех теорем которые мы будем сейчас декларировать и доказывать давайте пусть поля 1 тогда вот этот кусочек будет интегрироваться в общем-то по собственному как интеграл ли бега вот эта часть но это просто константа она ты не зависит да умноженное на вот это ядро и как мы знаем это интеграл не собственно это мы уже обсуждали используем поэтому в целом покажет не собственно интеграл но это не так страшно соответственно там какой-то равномерный принцип локализации теорема какая-то на равномерный принцип локализации сейчас его главное его сформулировать правильно доказательство будет все то же самое если ну там например как от x ограничено на отрезке а.б. каком-то ну равномерно равномерно отрезки на этом отрезке для равномерного принципа локализации достаточно чтобы сама функция была ограничена чтобы с этой части поборолись правильным образом вот ну а дальше можно сказать так ну как только она ограничена а.б. то для любого положительного дельта какие-нибудь интеграл и тоже назовем их так модуль ты больше равняется дельта по такому но что это от минус бесконечности до минус дельта и а дельта до плюс бесконечности это как бы два интеграл но я их вот так вот в одном напишу два в одном ну и вот это вот то что нас интересует здесь эти интегралы стремятся к нулю да то есть если мы отрежем хвосты у этого интеграла от минус бесконечности до минус дельта и от дельты до плюс бесконечности причем даже для маленьких дельта но положительно то все равно вот эти хвосты они будут стремиться к нулю при я не забыл написать при конечно же аж стремящемся к бесконечности поэтому для анализа сходимости ну вот этого вот этого к вот этому при аж стремящемся к бесконечности нам достаточно в этом интеграле оставить только кусочек от минус дельта до плюс дельта вот так доказательства давайте посмотрим что там надо заказать сказать в общем все примерно то же самое что для рядов только здесь интеграл до бесконечности поэтому чуть-чуть там может быть надо поаккуратнее быть эти рассмотрим интеграл от дельта до плюс бесконечности от минус бесконечности до дельта до минус дельта аналогично интересно от дельта до плюс бесконечности разобьем обратно на две части то есть это запись она будет интересно когда мы как раз локальный часть будем изучать а как раз не локальную часть у нее лучше обратно разбить на два интеграл минус интеграл тоже от дельта до плюс бесконечности тут f от x то константа просто ну пусть она где-то болтается вот так вот такие вот два выражения f от x в общем то можно за интеграл ну что мы про них можем сказать про вот эту часть ну с учетом того что f от x вынесли за интеграл и у нас потребована прям формулировки что f от икса что ограничено там дома рассматриваем стремятся к нулю забыл написать равномерно равномерно по их там где вас равномерно вот на этом отрезке если болтать на этом отрезке вот f от их ограничено а вот интеграл я уже показывал что он стремится к нулю просто там почти то в январе то есть вот этого стремится к нулю а if at x равномерно ограничено поэтому это может быть равномерно стремится к нулю хорошо со второй части понятно с первой части что там делать надо с первой части ну в общем это давайте сделаем то что сделали тогда но соответствует так сказать с новыми с новой формулой тут же не совсем то же самое в явном виде выпишем ядро берегли теперь опять синус h на t и там пи на t dt вот так она выглядит такой интеграл кто помню чем сделать уже делали один раз люди это не помнит ничего все записывает ну ладно тогда я просто просто скажу еще раз сначала там там самом деле было сложнее здесь все проще здесь вот есть выражение вот этот ну единицы на т грубо говоря это монотонно убывающая функция не снаты убывает на что-то умножается непонятно это мы интегрируется от дельта до плюс бесконечности в принципе по второй теореме о среднем мы можем сказать что это она выносит единица на пи дельта то есть значение единицы на т в начале отрезка в конце отрезка ну конечно бесконечности там и значение 0 поэтому ничего носить не надо интеграл от дельта до какого-то там числа б там зависящего от дельта ну и вообще много чего зависящего я даже не буду писать от чего оно там зависит какое-то число б может быть даже это и конечность я не исключаю этого в общем вот так вот на просто синус h на t dt то есть мы выносим вот это повторю теореме о среднем остается интеграл по отрезку нашей функции со сдвигом и синуса в тот раз мы это как бы детально обрабатывали эту вещь но сейчас я скажу просто что там после замены переменных это получается интеграл по другому отрезку просто от нашей функции умноженный либо на синус либо на косинус который колеблется там на констант какую-то еще короче говоря все это стремится к нулю равномерно там почему угодно так сказать по что там полемия равномерной осцилляции мы тоже делали поэтому я тут подробности не даю это в точности как это было путался полемия равномерной осцилляции конечно если если давайте я написал вот f1 и это и это подразумевает строго говоря здесь это тоже неплохо бы повторить потому что функция валяне абсолютно интегрируем если нет то я ничего такого не обещал здесь во всех утверждениях наша функция будет в ляде атер что немножечко может быть ограничительно но вот такие предположениях этого ну хорошо разобрались этим хвостом этого интеграла с правом разобрались левом там аналогично но останется тогда анализировать также как и свой чередов фурье далее анализирует какие-то достаточные условия чтобы что чтобы вот интеграл такой но уже от минус дельта до дельта f от x плюс t ну то есть у нас все было сложно а сейчас все станет очень просто вот вот этот интеграл на ядро деревья или если хотите в явном виде его напишем тремится к нулю ну там может быть равномерно если мы хотим x и меняется или просто тремится к нулю при чем там у нас но при аж то мяческая бесконечность ну там строго говоря не с этим так то есть мы не там даже не доказать что стремится к нулю скорее а мы доказываем что он ограничен числом которые зависят от дельта но при этом она при дельта стремится к нулю тоже стремится к нулю вот на самом деле там так то есть такой вариант или может быть по модулю меньше равняется чего-то там он и га дельта который стремится к нулю предоставляет бесконечности то ну чё то там у нас по всякому нас не бывает если вы помните что было средами фурье но общая идея такая что дальнейший анализ он прессу производится так же как для рядов фурье почему потому что что там для рядов фурье стояла здесь стояла не это а стояла там 2пи синус т пополам вот и вся разница да вместо функции т там стояла 2пи синус т пополам сейчас мы заменили на т от этого ничего не усложнилось наоборот только упростилась там на самом деле если вы помните например когда мы признак липши доказывали мы как раз делали усилия чтобы синус заменить на т а тут нам не надо делать таких усилий тут уже т стоит нету этого синуса знаменателя с которым мы тогда отдельно боролись поэтому здесь все вот эти рассуждения которые были там они проходят и даже более легко проходят да потому что знаменатель за стоит питей нам не надо ничего придумывать поэтому можно там сформулировать признаки то есть можно так сказать что например вот это вот вещь равномерно на а b сходится к ф от x то есть частичная интеграла фурье входит в итоге функция когда например да если ф удовлетворяет условия гельдера в какой-то окрестности а б это один вариант если ф прерывно на б и имеет ограниченная вариация в окрестности этого отрезка а б второй вариант это как бы первый как признак липшит у нас там называлась 2 принадлежит и все то же самое все остается те же доказать проходит ну и третье есть признак динни который знаю равномерный признак динни там как он симулирует но можно так сказать сейчас формулирую хотя доказать неохота так сейчас я посмотрю что это что это у нас если интеграл правильный на модуль допустим t d такой вот интеграл равномерно стремится к нулю при дельта примячемся к плюс нулю но равномерно в том смысле что по x на а б ну такой какой-то признак он так и надуманный не поэт что если это выполняет тогда вот интеграл если синус там единицы оценить это получается что это написано здесь тоже равномерно стремится к нулю по равномерно по иксу на треске а б приблизительно чисто с нулю то есть из этого условия непосредственно получается это это признак динни но не видел я чтобы он практически как-то содержательно применялся поэтому я особо комментировать не буду про него вот достаточно надуманный такой признак мне кажется то есть признак липшицы признак деревьев лес здесь они тоже работают для равномерной исходимости на отрезке в принципе там они на отрезке там наверное на бесконечном интервале можно применить если если что если функция ограничена да ты там для равномерной равномерного принципа локализации так сказать да там требуется ограниченность там на самом деле то что это отрезок это было не так важно не используешь этот отрезок вот если например есть ограниченная вариация какая-то глобально ограниченная или глобально условия липшица выполняется функция зале 1 и ты тоже гельдера как он дает функция зале 1 глобально это да ну пожалуйста то что будет выполняться все будет хорошо глобально ограничено вот то есть на самом деле отрезок не так важно ну мы не будем вдаваться во все эти детали потому что понятно из всего этого одно что если функция достаточно приличная лежит в ле-1 да я все конечно все это конечно для функции в ле-1 здесь лежит в ле-1 ответ абсолютно интегрируемая как я уже сказал в любом случае требуем абсолютно интегрируемые и какая-то там приличная локальная какое-то у него приличное поведение условия гельдера там локально по крайней мере это конечно нет ограниченные вариации чем такой непрерывность конечно тоже пока требуется для проразрывные я обещал поговорить на пока и дошел до этого пока что про непрерывные говорим или один непрерывная и локально хорошая в каком-нибудь смысле там раз два три то тогда да тогда мы доказали что функция действительно представляется в виде интеграла смысле главного значения своего коэффициента фурия соответствующего да и вот напомню к чему мы стремились за мы стремимся к этой вот формуле и мы ее доказали для довольно приличных функций непрерывных валя 1 и плюс еще какое-нибудь дополнительное условие из того что мы в общем то же самое что было за ребят на самом деле ну раз так то там можно развивать некоторую так сказать теорию можно сказать что в отличие от ситуации с рядом фурье там как бы я вторую формула напишу с которой мы начинали c от y равняются из 2 пи ну тут так формально напишу vp тоже хотя мы обошлись без vp мы требовали здесь абсолютно интегрировать на самом деле но так можно несколько расширив так сказать но вдруг найдете какие-то функции для которых я сейчас объясню почему да потому что на самом деле это симметричная ситуация если вы посмотрите на это вы видите что c из f мы получаем таким вот способом а f из c каким способом там другая константа стоит и здесь вместо минуса плюс вот и вся разница в общем то есть это в отличие от ряда фурье где функция 2 пи периодическая была а потом из нее получилась последовательность какая-то к ее костюме здесь все симметрично из функции получается функции в общем-то формулы по которым они получаются они в общем такие очень даже метричные и поэтому вводится даже такое определение кстати ну сейчас я напишу его преобразование фурьер крышечкой она будет назначаться f с крышечкой от y это чтобы был еще более симметрично этот коэффициент как бы делят на двоих да то есть не единица на двоих пишут а пишут два раза единица на корень и двух пишут вот так вот вот это преобразование фурье и обратное преобразование фурье которые как мы видим отличаются только если коэффициентом и заровняли то отличаться будет только знаком под экспоненту то есть еще более симметрично это можно сделать если у нас коэффициент перед интегралами мы превратим единицы на корень и звуки оба раза ну все равно будет некоторая разница здесь будет минус а там будет плюс под экспоненты но и все другой разницы нет то есть видно что из функции и коэффициент фурье ну теперь мы поменяли тут константы мы могли бы в принципе даже прям сразу в этой формуле поставить не знакомые звуки и здесь и не знакомые звуки и сказать что пусть у нас такое будет представление интегралом фурье более того есть в некоторых книжках даже и даже ну даже не так уж и не так уж и детка на самом деле для преобразования фурье и обратного преобразования фурье оставляют вот эти исходные коэффициенты вот здесь например пишут единственным 2 пи а здесь ничего не пишут такое тоже бывает то есть вы можете встретить литературе когда преобразованием фурье называют вот такую ситуацию на самом деле а не вот такой но тем не менее для симметричности вот мы знаю у нас в наших учебниках там почему-то принято вот так писать чтобы было посиметричней называть это преобразование фурье вот то есть теперь видно что тут более интересная ситуация постоянно создаем фурье в том смысле что мы из функции делаем функции это потом обратно делаем из функции функции причем по примерно той же самой формуле и и что получается из того что здесь был доказано следует что действительно эти преобразования взаимно обратно да то есть мы для вот этого мы если еще вот так обозначить преобразование фурье которая из функции делать функции вот это называть вот так вот да тогда действительно это будет равно и то по крайней мере на каких-то там функциях или один c и плюс еще чего-то там да я так условно не пишу для приличных функций будет выполняться что преобразование фурье после обратного или обратное после прямого это дождественное отображение но для каких конкретно функции тут конечно есть вопросы да как как и для ряда фурье у нас было наговорили что там мы для l1 хотя бы l1 требовали всегда иначе непонятно такой интеграл здесь еще интереснее потому что если уж но мы сейчас скоро увидим примеры или даже что там убить давайте разберем пример тут может мама может выйти так что функция сама в l1 а ее преобразование фурье уже не в l1 а так как это все симметрично да туда и обратно все симметрично то мы можем сказать так начав с той функции вот которой было не l1 мы могли бы сделать обозвание фурье легально учить функции за л1 и там тоже все хорошо то есть на самом деле тут как бы видно что можно даже немножечко выйти как бы за класса l1 хотя бы потому что при преобразовании фурье класса л1 не сохраняется и она симметрично туда и обратно по примерно тем же самым формулам действий ну давайте я чтобы не быть голословным рассмотрим ситуацию когда мы выйдем за пределы l1 какая-нибудь функция она будет кстати говоря разрывной для разрывной на самом деле как я обещал там еще провели фурье но пока еще не обосновал или не совсем еще обосновал так скажем да там для разрывной тоже будет выполняться все это довольно прилично если она имеет разрыва первого рода удовлетворяет право-слево каком-то условии типа выпишется например или там ограничены в ряд что в данном случае выполнять это другое а функция определена между разрывами как половина среднее значение между левом и правом привет до такой функции в принципе это все тоже будет верно но это мы еще чуть позже я напомню как это делается давайте рассмотрим функцию вот вот минус l как он не в дуэль такой симметричный отрезок там не симметричный можно рассмотреть там просто формула будет страшнее поэтому симметричный рассмотрим и функции единица равна давайте найдем ее преобразованию фурье все это будет f как у нас а f с крышечкой тогда от игрек это но по этой форме и здесь в пыль не надо здесь абсолютно интегрируемая игрек дэкс так на функция равна единице на отрезке от минус льда и тогда поэтому как интеграл от минус льда и экспоненты мы его рассчитали на посчитаем сейчас еще разок ну синус я бы назвал это l умножить на игрек разберите на что-то мути и там это возникло потом я набрал не было там был игрек знаменатель и двоечка вот что и поэтому это будет корень из двух на пи синус ль на игрек на игрек и что же получилось ну какая-то функция l это просто положительное число константа функция от игрека это то же самое ну почти то же самое существо константа что у нас было в игроке решили она кстати не были один да то есть если мы по модулю это возьмем и будем пытаться интегрировать то по нашему там то что мы год назад изучали короче следует что это интеграл бесконечно там с модуль синуса можно отмениться в квадрат там получится бесконечно то есть функция была очень приличный разрыв какой-то был правда да и как мы знаем по нашей теории так сказать до небольшой теории порядка убывания коэффициентов фурье да когда есть разрыв это как раз говорит о том что скорее всего порядок убывания будет единиц на их как видите вышли да это разрыв нам сделал нехороший порядок убывания и поэтому несмотря на то что эта функция валя 1 эта функция оказалась не валя 1 зато правда это было разрывно это оказалось внутри есть другой страны чё-то даже улучшил то есть преобразование фурье может перевести функции зарядки не были один поэтому по поэтому как бы все таки вот мы тут доказывать для или один но иногда хочется для них функции не из-за ли один писать это но это возможно например если ее приобретании фурья оказалась вали один тогда мы к нему к преобразованию фурье применим теоремы и тоже будет формула обращения верна и все будет хорошо например такой есть способ работать функции меня из-за ли один если есть преобразование фурье все-таки из-за ли один оказалось то тогда мы для него все применяем все эти знания и тоже получаем все утверждения это дальше мы еще это еще не последний то есть когда наш подход к вопросу для каких функций удобно делать это заняв ли потом еще будут другие соображения то есть скажем так интересный вопрос заключается в том а какое вообще пространство функции следует рассматривать до чтобы к нему можно было применить преобразование фурье и она и функции этого пространства осталось бы в этом пространстве вот такой вопрос содержательный и он у нас будет твой как отвечать не прям сразу там ты же начиная но это понятно да понятно я понял да то есть можно когда если совсем абстрактный вопрос рассматривать то вопрос а как бы нету да есть какие-то и же как какие-то есть да какие-то пространство есть но вопросом есть какие-то содержательные да то есть одной стороны у нас будет пространство с которые такие очень хорошие функции сила своей очень хорошести у них так получится что их тоже очень хорошее но вот это увидим я не буду там без формул там как это объяснить трудно поэтому как бы говорить на несколько бесполезно вот а потом но потом про l2 мы поговорим естественно там будет такое явление что для функции из l2 даже вот если формулу написать вот эту непонятно почему она вообще что-то определяет потому что если функция из l2 она не вали один как вы знаете нет решали задать ее задание то функция из l2 может быть не вали один запросто например вот эта функция из l2 она не вели кстати что-то говорит вот она написана здесь вот но оказывается что для функции из l2 определяется призвание фурии функции тоже и она в l2 тоже оказывается но несколько неявным способом это мы тоже обсудим то есть можно сказать что в каком-то смысле самое такое широкое в общем-то правильное такое пространство это l2 хотя чтобы в нем показания фурии определить нужно действовать уже не некоторым неявным способом то есть если определить эту формула вообще даже непонятно для функции из l2 тот факт что эта формула для функции за л2 почти всюду работает да то есть он он вообще говоря тоже там был доказан но сравнительно до этой науке так сказать не так давно 60-х годах и долгое время был не ясен оставался гипотеза ну про и 2 я говорю да потому что 2 там там в квантовой механике физики когда вы будете изучать там там погибли декларируется на уровне декларации да что там все происходит про станции l2 это конечно реально физики там как с каким-то функциями с хорошим работает где можно явной форму написать чтобы все было понятно так ну хорошо это были всего лишь какие-то переобозначения но тем не менее вот такой примерчик он сам себе тоже не такой плохой какие-то задания там другие примеры ну обычно примеры такие там до что берем подставляем по форму есть некоторые более скажем так концептуальные примеры сейчас сначала мы докажем до утверждения преобразование фурье производные производные призывания фурье с их помощью там уже мы сможем чуть поселить там даже посчитать преобразование фурье некоторые так ну первая теорема который попроще производное преобразование фурье ну при некоторых условиях мы выясним что такое производное мы скажем что если у нас функции f и x умножить на f в l1 ну x умножить на f имеет ввиду эта функция которая из числа x делает x умножить на f от и надеюсь что понятно что это значит запись если эти две функции в l1 то производное преобразование фурье находится как ну по сути находится дифференцированием просто под знаком интегралов где он там я не помню когда это формула схода но если мы помним вот эту формулу мы скажем если мы по буковке y будем это преобразование фурье от минус и x так можно сказать такая вот формула то есть дифференцировать преобразование фурье это то же самое что умножать исходную функцию на минус и x это кстати говоря собственно вот эта формула и следующий теорема это основное обоснование чем вообще преобразование фурье полезно ну там например для решения уравнений в частных производных потому что тут операции дифференцирования а тут операции всего лишь умножения на минус и x это какие-то там операции дифференцирование прочитывал гибридические какие-то процедуры конечно самого себе этого недостаточно там есть еще остается еще чем конечно заняться после этого но пока мере как какой-то первый шаг в рассуждениях это очень помогает давайте доказательства выпишем да в общем-то туда оказывать особо нечего можно просто дифференцировать вот эту вот формулу я в п не пишу никакого в п здесь нет когда все это в один можно дифференцировать по знакам антеграла но надо проверить какие условия что когда мы продифференцируем когда мы возьмем произнос во первых что это натыгал хотя бы один раз там сошелся да где-то да но сошелся он где-то наверное он на самом деле всегда входит потому что просто под интегральное выражение ограничено модулем f от x независимо от игрек и интеграл модуля f от x конечен потому что у нас предположение поэтому это существует и даже когда мы продифференцируем что там будет да то есть что там окажется но пока мы не знаем верно это неверно то да но мы должны проверить что получится под интегралом а там получится на то что я сказал и x ф от x и x ну и что же важно что это получится выражение которое по модулю модуль этого выражения не превосходит модуль x на модуль ф от x а вот это мы тоже считаем что это в один то есть этот модуль при интегрировании до конечное число здесь конечно интеграл то есть если после взятия производной это выражение оценивается выражение независимым от параметра имеющим конечно интеграл то у нас была такая теорема то что тогда можно производную переносить 1 конфиграл вторая теорема ну немножечко так наоборот преобразование фурье производной и образование или покупания на преобразование фурье производной как там будет какая формулировка немножко будет такая пусть у нас функция были один и ну по крайней мере локально там глобально не надо абсолютно непрерывно если так то тогда почти всюду определенная производная и мы можем сказать потребовать чтобы штрих тоже было в ряде на это будет корректное утверждение да то есть почти всюду определенную функцию можно можно понять лежит она были один или не лежит да потому что только интеграл то есть ну и тогда преобразование фурье производной это будет и y умножить на предписание фурье исходные функции ну или там доказательства ну в общем это доказывали на самом деле по моему даже не один раз уже но на всякий случай провернем еще разочек ну с точки до константы вот это единственно корни звуки здесь никого не интересует и там и там в левой и правой части он будет на норнировка не важно поэтому без константы напишем интеграл фштрих артикс такой интеграл его можно брать по частям в данных предположениях там если локально хотя бы абсолютно непрерывно была фштриха я была производная почти всюду то ее можно проинтегрировать и так вот и минус а здесь на экспонент вылезет плюс буковка и и и вот так как кучу не было ничего ну вот но мы уже много раз объясняли да что что вот это на самом деле ноль потому что если f штрих в l1 то тогда f представляется как интеграл от f штрих для абсолютно непрерывно смысле так и есть и поэтому f тогда должно иметь конечные пределы на бесконечности при условиях этой теоремы но чтобы она сама была в l1 эти пределы должны быть равны нулю это равно нулю так как f в l1 имеет пределы на бесконечности на плюс и минус бесконечности поэтому это 0 ну а это все это дает нам ту формулу здесь точно до константы приобретения производные создание фурии то есть это теорема на самом деле тоже уже доказывать но тем не менее да то есть эти две теоремы но можно сказать что они как бы 1 в одном направлен другая в другом да потому что того что преобразование фурии обратно этом отличается только знаком при буковке и вот для каких-нибудь очень хороших функций для которых сами они выгодили признание фурии вали один и сами непрерывный фурии непрерывный там все хорошо вообще да для них не важно какую не доказывать да то есть так мы получили в одну сторону а так в другую то есть тут не финансирование там умножение на x а тут наоборот здесь дифференцирование там умножение на плюс и знаки поменялись потому что первое не фунет это и обратно танки признаки раз ну да вот такие вот полезные теоремы и в общем то среди них можно из них уже можно что-то выжать давайте такой для одной известной функции сейчас мы найдем преобразование фурии самая важная модуль физики функции преобразование фурии функции есть именно с их с квадратом полома тоги степени минус 3 квадрат на полом да ты гаусса вот такая плотность оказывается если преобразовывать по фурии ну вот если вот это ее так нормировать даты где минус 1 2 стоит под экспоненты то вообще ничего менять из этой формулы там можно замены переменных в интеграле вывести более общее пока не буду но потом нам это понадобится тоже некоторое время пока что такую форму докажет доказательства это просто такое упражнение на применение преобразования фурии но заметим что такая функция конечно интегрируем абсолютно да то есть не абсолютно нет никаких проблем все у нее там еще можно подняться она сначала возрастает потом убывает значит у нее ограниченные вряд ли у нее поэтому там все верно вот и и даже если мы там x к ней припишем там или производные возьмешь примерно то же самое то все равно все будет абсолютно интегрировано то есть это очень хорошая функция поэтому все вот эти теоремы к ней применение но пока мы не знаем мы все-таки допустим мы не знаем обозначим в контакте давайте скажем что же от y пусть будет у нас ну просто и и который можно вот так обозначить вот так даже можно писать более явно но нам даже не понадобится эта формула потому что мы будем сейчас работать только вот эти но теоремы так ну хорошо это преобразование фурии а если допустим мы производную же от или кстати найти но это пусть будет f да то есть исходная функция где-то я не написал нигде производная же от y вот у нас есть теорема который вот о чем говорит что это будет минус и на преобразование фурии вот x на f чем это хорошо пока нечем не сильно лучше и ходного интеграл вот этого как неизвестно к этому должны взять но можно производные посчитать чем равна производная даже спаснет и скажет да так это минус их на то же самое поэтому xf это не что-то там а это просто почти что то же самое что производная и на f от f штрих но вот так вышло и теперь применяем вот эту теорему и фаты в штрих тоже мы знаем чему равно через просто исходную преобразование фурии в который нас же называет это будет и y на g еще там буквы и стояла это будет минус y на g и у нас получилось такое дифференциальное уравнение ну я думаю вы уже на и в этом смысле уравнение все уже все известно про дифференциальное уравнение можно считать ну же 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 что там про это же можно сказать ну это какое уравнение линии поэтому решается она стандартным методом я сразу напишу ответ какая-то константа на есть эти минус y квадрат пополам ну то есть мы на g поделим как бы ну мы конечно не знаем можно делать нельзя но там оказывается что можно скажем что это производная логарифма слева стоит вправо в минус лидерик интегрируем минус 3 квадрат пополам берем экспоненту и еще константы должно быть на такой такое решение получает по это уравнение осталось найти константу ну мы утверждаем время что константа равна 1 почему но подставить например игрек равно нулю в этой формулу мы видим что а больше нуля применив еще раз преобразование фурье но преобразование фурье для четной функции она на самом деле то же самое что и обратное потому что плюс минус и вот это вот вещь на что влияет она влияет на и умножить на синус да если мы этот экспонент откладываем а синус от нечетная поэтому для если мы преобразуем по фурье четную функцию четную действительную функцию конечно да то тогда вот это вот хозяйство но то какой там знак стоит это вообще-то неважно поэтому два раза преобразования фурье так сказать да там f от f от f что на самом деле то же самое что f минус 1 от f всего четности с одной стороны должно быть равно f а с другой стороны вот два раза мы это сделали значит а два раза вылетел на а в квадрате мы сделаем два раза еще раз на самом деле ничего не должно быть ну и что это значит а значит а равно единице с учетом того что она положительно минус единица тут не годится вот мы получили во первых утверждение но в терминах преобразования фурье но даже если мы запишем как просто формулу для какого-то интеграла то это тоже будет не абы что это будет вполне содержать на церкви давайте напишем как нибудь вот так вот так переведя туда-сюда чуть вот это вот еще перепишу так ну как я уже сказал да вот здесь вот на самом деле мне моя часть не играет никакой роли потому что действительно ответ получается поэтому на самом деле давайте купить начать запишем запишем кости нас то есть это я хочу сказать что мы сейчас доказали вполне себе полезно для народного хозяйства формулы вот там даже экспонент какой-то интеграл с параметром вот он параметром y в космосе и вот этой самой экспоненты опа оказывается он равен вот этому мы посчитали вполне определенный какой-то интеграл с параметром который даже если мы ничего не знали про преобразование фурье он мог мог бы быть не бесполезен но также да также могут обнаружить любопытный факт что такая вот гауссова плотность да она преобразуется саму в себя и что тоже имеет последствия потом мы даже выясним что с помощью такого преобразования фурье там мы ведем еще обобщение многомерный для него мы докажем тоже один из вариантов там гораздо сложнее доказать что обратное призывание переводит функции обратно в себя но с помощью вот этой экспонента что-то доказать можно как ни странно одномерное превозание фуэля экспоненты многомерное там аналогично делается она даст возможность для произвольных функций чего-то доказывать чего-то доказывать а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Их тоже... Продолжение следует... 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 Таких, что для любых N и K соответствующая норма, я ее так просто буду NK писать, конечная, точнее полунорма. И эту полунорму мы будем определять вот так. Это супремум от чего? От модуля X степени N, накатывая производную F по всем XR. То есть мы хотим, на самом деле мы хотим какие-то такие довольно жесткие условия наложить. Ну во-первых, все производные существуют, мы сразу потребовали. Во-вторых, мы еще хотим, чтобы любую производную номер K, а можно было умножить на X степени N. Давайте целый не отрицательный. Там и отрицательный можно ставить. Точнее, что такое отрицательная производная я не знаю. X-то можно было и на отрицательную степень умножать, но не хотели. Давайте, на отрицательную степень. Берем любую производную, или исходную функцию, или производную ее, да, и умножаем на любую степень в Сане, отрицательную, целую. И все это всегда должно быть ограничено. Ну, разными численными может быть, разные нормы в одной и той же функции. Все такие вещи должны быть ограничены. Ну, таких функций еще надо постараться, чтобы придумать. Ну, тут, конечно, некоторые есть очень такие удобные функции. Там, ты бесконечен с компактным носителем, они все лежат в SF. Да? Например. Потому что если компактный носитель, то вот этот Supremum, это Supremum непрерывные функции с компактным носителем. Он существует. Это достигает. Вот. Хорошо. Если функции с некомпактным носителем, но, как мы помним, бесконечно гладкие функции с компактным носителем, чтобы их как-то там придумать, это еще надо тоже напрячься там, да, там, вот, думали какие-то. И они очень неявно задавались, на самом деле. Там даже явных формул не было никаких. Там какие-то у нас были такие функции. Но мы их строили неявно. Явные функции. Ну, сначала, потом еще интеграл там брался, там что-то, после этого. Это было же не так и все. Вот. Ну, ладно, да. Ну, вот эта функция, например, подходит. Она не с компактным носителем, но, в общем-то, понятно, что если мы ее будем дифференцировать, то здесь будут, мы один раз дифференцировали ее где-то, да, тут уже, вот. Вылез x, да, потом дифференцируем. Ну, x квадрат там может вылезти максимум, да. Третий раз какой-то многочлен третьей степени вылезет. И так далее, да. То есть, когда эта функция дифференцирует, вылезают многочлены. Тут мы еще можем добавить x-ов, так сказать, еще больше сделать степень многочлена. Но все равно вот это выражение, это всегда будет многочлен на экспонент. И на бесконечность он будет стремиться к нулю. Значит, максимум будет достигаться где-то меньше. Причем он будет достигаться и будет конечным числом. То есть, вот та функция тоже на самом деле, ну, движет как бы в этом пространстве. Если вам не понравилось то, что я объяснил махая руками, то я советую аккуратно это все выписать. Объяснить, что это так. Там сам в принципе написано такое упражнение. То есть, можно придумать явные функции, такие, например, которые в этом пространстве лежат. То есть, а это пространство как бы не полная глупость. То есть, еще неформально, как можно сказать, можно сказать так, что любая производная функция f должна стремиться к нулю на бесконечности, потому что все на самом деле сводится к вопросу, что там на бесконечности происходит, когда мы это прям рассмотрим. На всяком конечном отрезке он достигается, потому что это непрерывная функция. Сейчас я объясню. Во-первых, да, это эквивалентно тому, что всякая производная, умноженная на х степени n, стремится к нулю. Или, можно сказать, стремится к нулю быстрее, чем любая, там, степень X, можно так сказать. Это эквивалентно, это все одно и то же. Но удобно записывать так. Почему? Потому что в пространстве S мы будем определять, как бы, да, не просто... Мы не только это пространство хотим определить, но хотим определить в нем, в общем-то, топологию. И тогда нам нужно иметь в нем полунормы. То есть, вот это, это полунорма. То есть, это величины, которые там удовлетворяют таким свойствам. Очевидно, да. То есть, когда мы там все правильно берем, это понятно. Тем не менее, я напишу. Неравность треугольника имеет место. Если мы умножаем функцию на константу, ну, понятное дело, тут все умножается на модуль константа. То есть, выполняются два свойства, которые позволяют называть нам эти выражения полунормами. Они были бы нормами, если бы функция была равна нулю тогда и только тогда, когда вот эта вещь равна нулю. Но это неправда, потому что... Это на самом деле правда, но... В данной ситуации это правда, но окей. Но нам это не нужно. Ну вот. Норма, полунорма здесь не важна. Если это равно нулю, то что тогда? Тогда, значит, производная равна нулю. Значит, функция многочлен, но в этом пространстве нет многочленных, да. На самом деле, это не только полунорма, это еще и норма. Тут я не совсем прав. Смейство норм. Но то, что это норма, мы не будем использовать. Нам вот эти два свойства насладят. И они позволяют определить... Ну, что они позволяют определить? Они позволяют определить, например, понятие сходимости, понятие топологии. Ну, у нас потом разные будут функциональные пространства, но, можно сказать, что это первое такое, чуть более абстрактное, чем остальные. Потому что другие мы сейчас рассматривали, да, там, c, всякие, l1, l2, lp, просто, да. То есть у них... Все просто. У них одна норма. И в терминах этой нормы там все определяется. Если есть семейство норм, то мы можем так сказать, что последовательность функции fmt сводится к f0, равносильно тому, что когда для любых m и k вот эта вот вещь, норма nk стремится к 0. То есть если с точки зрения любой из этих норм, так сказать, да, имеет место с 1. Ну, то есть такое определение. Почему он именно такой? Почему, например, здесь стоит любое, а не существует? Это, конечно, тоже какой-то вопрос, но оказывается, что правильно именно так. Иначе там разумно свойств понятия того, что одна функция в пространстве. Последность функции в пространстве сводится к функции, иначе это будет не очень разумно. То есть нужно делать так. Так определяется сходимость. Можно и топологию определить, в принципе, следующим образом, что можно определить какие-то эпилон окрестности, эпилон nk окрестности функции f0, как множество таких функций в этом пространстве. Таких, что что там у нас? Что f минус f0, это вот nk норма, меньше эпилон. То есть можно определить эпилон окрестности, но с точки зрения какой-то одной из норм. Как тогда мы, что мы так будем говорить? Как вообще топология определиться в целом? То есть как влиять открытые множества? Ну, тут надо уже, так сказать, более концептуально действовать. Можно так сказать, что открытыми множествами назначаются вот эти окрестности, и все, что из них можно получить. То есть можно сказать, что это предбаза топологии. Сейчас я объясню, что это. Кто-то слышал про предбаза топологии? Что-нибудь? Что-то сошло про предбазу. Счетная база была, да. Ну, предбаза это вот что. Сейчас я объясню. Тут, ну, когда геометрически, какой-то, логически, как это понимать. Предбаза, это когда мы в качестве базы берем всевозможные конечные пересечения таких множеств. То есть база это конечные пересечения. Вот таких вот тоже окрестностей каких-то. Это уже будет база. Значит, в каком смысле это будет база? В том смысле, что множество открыто будет тогда и только тогда, когда оно является объединением, там, ну, уже может быть, бесконечным множеством базы. Ну, то есть, грубо говоря, предбаза это когда мы начинаем с каких-то множеств, которые уж нам придется просто назначить открытыми, да, по каким-то причинам. И дальше мы что действуем? Как мы знаем, аксиомы, как бы, топологии, что открытые множества можно сколько угодно много объединять и в конечном количестве пересекать. Причем, ну, если мы, например, сначала объединили, а потом пересекли, то можно переставить там объединение и пересечение, и можно всегда считать, что мы сначала конечное число раз пересекали, а потом уже все это объединяем. Таким образом, получается, что если мы эти множества сначала по конечному количеству раз попересекаем, там, какие-то конечные наборы, то это будет уже это будет уже те множества, которые дальше останется только объединять, да, чтобы получить уже всю топологию. То есть, пересечением конечного числа таких вот окрестностей мы получаем базу, объединением любого количества множеств в базе мы получаем любые открытые множества. Окей, да, то есть это все страшновато звучит. А если нам какое-то множество, да, ну, как мы проверим, что оно открытое? Да? Ну, по определению. То есть, есть точка, и нам нужно найти какую-то такую окрестность ее, но если мы целую такую окрестность найдем, содержащуюся в этом открытом множестве, тогда оно точно будет открытое. Но это может быть не так, потому что это всего лишь предбаза. Возможно, мы в конечном числе пересечем такие окрестности. Да, то есть вот я их изображу вот одна такая, другая такая. Две таких окрестных мы пересекли, да, получилась вот такая вещь. И вот это будет лежать в этом ноте. То есть, скажем так, множество какой-то у теперь открытое. На самом деле, это вот чему равносилие, на что, точнее, то что в любой f0у существует несколько окрестностей, вот там, в которых разная эпсилон. Но их конечное число, там, да, эпсилон mt, nmt, kmt, такие, что их пересечения, придется все это еще раз переписать. Содержится множество у. То есть вот так работает как бы ситуация, когда мы, ну, мы изучали, на первом курсе там есть метрическое пространство расстояния, или в данном случае это норма разности. Но это тоже расстояние, норма разности, то есть там есть расстояние, есть топология. И в принципе там топология так определилась, в итоге, что множество открыто, если мы берем в нем любую точку, и у нее есть эпсилон окрестность, которая в этом множестве лежит. Вот это, по сути, означало, что оно открыто. Ну, здесь чуть посложнее будет, множество открыто, если у нее есть несколько окрестностей с разными эпсилон и относительно разных норм вот все, да, все это может быть разным. Но причем так, что мы пересечем эти окрестностей, и это будет лежать множество, и вот тогда множество открыто. Вот. Что там? Да, что-то я уже далеко зашел. Точнее, я не далеко зашел, то есть я, но тут требуется, да, объяснить, что мы вообще будем делать не только с пространством S, но и с другими похожими пространствами. Ну, скажем так, я бы так сказал, что, ну, мне геометрически кажется удобно представлять себе это так, что представьте себе, что у вас пространство там какой-то большой размерности, а несколько норм, они такие, то есть вы по одной координате просто смотрите разницу, да, и вот это одна норма, то есть по одной координате, это норма, по другой координате, другая норма, по третьей, третьей нормы. Ну, то есть модуль одной координаты, это одна норма, модуль другой координаты, это другая норма, то есть вот в РН просто. И у вас несколько норм возникает, точнее, это полунорма. И тогда вот та картинка, которую я нарисовал, она, в общем-то, адекватна, да, что окрестность в одной норме, это вот такая вот полоска, да, окрестность в другой норме, такая полоска, в третьей, вот такая полоска, да, и надо понимать, получили параллепипед который оказался в этом норме значит она открыта ну это такой примерчик который в общем-то очень частный случай но его помощью хотя бы можно себе пытаться представить что происходит в пространстве бесконечными ногтей тоже бесконечно много этих норм поэтому тут все должно быть более хитро окей ну пока что да пока что это вот такие какие-то пояснения может быть основных определений что такое пространство в котором есть семейство норм как в нем определяется топология мы это делаем для того чтобы потом например говорить о том в итоге мы хотим доказать следующий раз уже что преобразование фурье переводит пространство из себя это будет не очень сложно там конечно что-то делать но не очень сложно и мы докажем что она делает непрерывно что значит непрерывно чтобы говорить о непрерывности надо топологию определить хотя бы вот эту какую-то ну казах можно непрерывность по гейна использовать до последний сходящийся и там должна быть сходящийся это будет на самом деле превалент но тем не менее цвет надо определять следующий раз мы по пространстве с продолжим рассуждать сейчас уже сейчас уже хватит а